Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Эксперты обсуждают решение президента Майя Санду об отмене указа, которым Владислав Клима был назначен председателем апелляционного суда Кишинева. Так, глава Центра правовых ресурсов уверен, что это нападение на независимость судей, без которого не может быть верховенства закона, за что выступает президент Майя Санду. Сарина Штефырца, пресс-секретарь президента, заявила, что Майя Санду не комментирует подобное заявление. Экспредседатель Конституционного суда Александру Теносе также был озадачен решением Майи Санду. Бывший судья упомянул, что в законодательстве нет процедуры санкционирования конфликта интересов при назначении мирового судьи путем отмены указа о назначении. Кроме того, отзыв вызывает вопросы о законности решений, принятых этим судьей. Вот точка зрения политолога Руслана Шевченко. Санду хотелось сделать устранение В-климы пробным шаром на будущее. Удастся убрать его, получится устранить и других судей. У нас нет сомнений, что судьи – одна из самых коррумпированных профессий в нашей стране, и что если копнуть поглубже, то на подавляющее их большинство можно найти столько компромата, что каждый из них получит по 10 пожизненных сроков с конфискацией имущества – не только их собственных семей, но и их детей и внуков. Мало сомневаюсь и в том, что клему легко можно было отстранить от дел, тем более, что компромат на него давно появился в СМИ. Но то, как это было сделано Санду, иначе как чудовищным позорищем, которое ее компроментирует, не назовешь. Ведь для того, чтобы обосновать необходимость увольнения клемы, нужно было в создавшейся обстановке просто опубликовать компромат на него, если таково и есть, у СИБ, МВД, агент прокуратуры и других контролирующих структур. Всенародная поддержка такому решению Санду после этого была бы гарантирована не на 100%, а на 1000%. После такой публикации и Гребенча, и Теносе, и Павловский, и все остальные упомянутые и неупомянутые в данной публикации лица сами добровольно сдали бы с потрохами своего коллегу, чтобы не быть замазанными вместе с ним и думать, забыли бы об этом позорном типе, который так нам всем навредил. Напомним, несколько дней назад президент Молдовы Майя Санду отменила указ своего предшественника Игоря Дадона, которым Владислав Клима был назначен председателем апелляционного суда Кишинёва. «Высший совет магистратуры нарушил юридические процедуры и допустил недопустимый конфликт интересов, предлагая назначить Клима на эту должность», – сообщила Санду в социальных сетях. Президент заявила, что высший совет магистратуры ВСМ должен пересмотреть принятое решение и что последующие решения должны полностью соответствовать правовым положениям. Этот шаг глава сделала после того, как приняла участие в заседании ВСМ. Президент заявила магистрам, что судебная система в Молдове стала угрозой государственной безопасности и уточнила, что даёт судьям 30 дней на представление предложений о внесении в законодательство поправок о борьбе с коррупцией в судебных инстанциях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!